Уважаемые магнисталцы, январские события стали большим испытанием для всей страны. На повестке дня стоял вопрос сохранения независимости и целостности нашего государства. В это трудное время, когда нависла угроза над страной, глава государства взял на себя всю ответственность и принял ряд судьбоносных решений. В этом году глава государства поставил новые задачи и определил новый этап пути развития Казахстана. Наша цель – не допустить подобных общенациональных трагедий в будущем, а для этого очень важно действовать сплоченно, взвешенно и прагматично. Наш регион является исторически промышленным. Деятельность производственных компаний критично важна для развития области. В настоящее время в регионе представители нескольких предприятий ставят перед работодателями вопросы разного характера, в том числе увеличение заработной платы. В их число входят представители МАЭК, деятельность которого напрямую влияет на обеспечение населения нашей области питьевой водой и электроэнергией. В настоящее время начинается трудовой арбитраж между работником и работодателем. В нем будут участвовать Аким города, представители Министерства энергетики, специалисты по трудовым отношениям, работники, работодатель, представители общественности. Задача комиссии – найти оптимальное решение, которое бы позволило вернуться к предприятию к своей операционной деятельности. Дорогие магисталцы, ради благополучия населения и страны я призываю всех и каждого сдержанности, благоразумию и готовности к диалогу. Только путем переговоров и взаимного общения мы можем решить вопросы, которые стоят перед обществом и на которые консолидирует всех казахстанцев глава государства. В том числе особый акцент делает роли местных исполнительных органов. Я заверяю вас, что я и мои коллеги будем принимать все меры для того, чтобы в рамках действующего законодательства решить возникающие проблемы и вопросы, которые препятствуют планомерному, динамичному развитию нашей страны. Президент страны предложил план реформ и конкретные меры по их реализации. Мы начали поэтапную реализацию этих поручений. И я, и вы понимаем, что трудности временные. Я призываю вас к сохранению стабильности, призываю вас к конструктивному диалогу и готовности внести свою лепту в реальные и конструктивные изменения. Мы вместе!